Продолжение следует... Мы только в Духачьевске И еще и снова Сегодня у нас был Украинский боевый Украинский боевый БМП-2 И это происходит почти каждый день Мы Будем поговорить с Украинским боевым И мы также поговорим В Духачьевске В Духачьевске Мы просто желаем показать Кто действительно происходит Украинский боевый И все все в Духачьевске Они живут под длинной Что-то должно происходить Я вам привыкну это В Духачьевске В Духачьевске Это 4 лет Тяжелый боевый И наиболее не надо Мы не делаем ничего, чтобы остановить цивилизаций. Украинский армия и украинский государство на ежедневной базе заставить цивилизаций. Что-то должно быть сделано чтобы остановить это. Пожалуйста, лайк этот видео, подписывайтесь, подписывайтесь, и поделитесь на все социальные медиа для того, чтобы показать мир что происходит в Украинской войне. А на груди, вы говорили, тоже там что-то было? Ну, грудь не так. Нога сидит, нога тут. Не снимайте. Снимайте. Я вышел со двора с дома. Переоделся там, заняться по-домашнему. И сразу мне пролетело. Под ноги. Я ничего даже не мог сообразить. Все, вызвал скорую через сына. Приехал сюда. А что диагностировали? То есть, какие повреждения? Это осколки были? Осколочные. Нога, шея, грудь. Скажите, это утро было? 9 часов. Начало 10. А откуда стреляли? Вы можете определить? Давно живете? Я живу как раз там, где постоянно стреляют. За двери школой. Гора, я не знаю. Я не смотрел откуда и как, что. Потому что я не смог ничего соображать. С меня кровь текла. Не знаю откуда стреляли. Не могу сказать. Ты, получается, в дом тоже попала? Ну, получается. Не знаю. Дочка говорит. У меня такое впечатление, что мне попало под ноги. Вот, под ноги. И осколком ушло в дом. А на сколько часто за последнее время участились обстрелы у вас? Я только приехал, как два дня. Меня здесь не было. Ну, вообще стреляю постоянно. Представитель СКК, наблюдательная группа Докучаевск. За последние сутки был обстрелян город несколько раз. Сегодня, 22 число, был ранен житель от БМП-2. Человек пришел домой, переоделся, вышел, как он говорит, и вышел на улицу. Перед ним в метре упал разрывной снаряд, осколочно-фугасный БМП-2. Его посекло. Состояние стабильное. Доставили на карете скорой помощи в больницу Докучаевска. Здесь же его прооперировали. Вот. Ну, как бы все хорошо. Так же подвергался город каждый день обстрелу. Работает крупнокалиберное стрелковое оружие. Работает БМП-2, АГС, СПГ. 120-е также сюда летят. Вот. Ну, ничего не успокаивается. Обстрелы ведутся со стороны Новотроицка, где стоит ВСУ. Вот. Обстрелы начали длиться относительно так сильно. Уже с 27-го, 0-3-го. Вот. И каждый день все больше и больше они провоцируют. Летит в город. Страдают жилые дома, квартиры. Вот. Повреждения. В основном страдает от БМП-2 и утес. Калибр 12,7. БМП-2 калибр 30-ка. Вот. Каждый день город обстреливается. Вот. Без прекращения. То есть, либо утром, вот, по 2-3 часа. Либо под вечер начинаются. Работают тяжелые орудия. Вот. Работает все. Огонь ведется по гражданским объектам? А? По гражданским объектам? Да. Ведется по гражданским объектам и по заводу, по локомотивному депо. Ну, по всему полгороду ведется обстрел. Они стреляют непонятно куда, зачем страдают от этого мирные жители. Ну, по отдель shines. Все можно дон сниматься, как нас acc你是 дома с декором и с чем? Ну, когда это е сложно… Продолжение следует...